так значит мы фиксируем что мы остаемся в этой аудитории никуда не переезжаем техническое решение так тема сегодняшней лекции у нас она не одна целую первых это один из механизмов межпроцессного взаимодействия подразумеваемая память во вторых разные средства которые есть пользователь 5 для механизмов синхронизации по поводу различных механизмов межпроцесса вы уже изучили каналы вы изучили сокеты что плохого в этих средствах с одной стороны достаточно удобный универсальный способ особенно сроки потому что вы подвести но есть определенные недостатки а вам нужно много раз вызывать системные вызовы реки дает ну либо в случае сокетов реки сэм а для того чтобы передавать если вы работаете по сети но это вполне смысле другое дело если у вас есть один и тот же компьютер и вам нужно организовать взаимодействие разных процессов на одной и той системе то такой подход становится слишком дорого стоящим потому что каждый системный вызов это переключение из контекста после контекста ядра и затем наоборот плюс вам нужно держать какой-то буфер и чем занимается ядро значительную часть времени тем что перекладывать данные из одного буфера который находится в пространстве пользователя какой-нибудь другой буфер который находится в пространстве ядра ну и в обратную сторону то же самое достаточно затратные операции просто для того чтобы передать данные от одного процесса к другому что можно в этой ситуации поделать для того чтобы много раз не вызывать стену вызовы рид еврайт одно из решений это это использовать системный вызов под названием send файл на самом деле используется в проде где-нибудь серверах в чем смысл этого стену вызова он принимает два уже открытых файловых дескриптора и делегирует на ядро задачу по перекладыванию данных из одного открытого файла объекта в какой-то другой и тем самым у нас не вовлекается уже сама программа то есть вы вызвали send файл и дальше ядро уже используя свои внутренние буферы просто перекачивать данные из одного места в другое и не происходит никакого постоянного копирования из одного файла из одного буфера в другой в чем недостаток все таки такого подхода недостаток в том что здесь все таки нужно передавать данные из одного файла дескрипта в другой то есть это выжимки файл подобные объекты и самое плохое здесь это то что есть разные реализации одного и того же системного вызова в разных операционных системах которые существуют совершенно независимо друг от друга и кроме того что вот можете обрать внимание что у них различают сигнатуры разные заголочные файлы разные типы параметров и возвращаемые значения для систем везде и linux но это еще пол беды другая ключевая проблема в том что вам может понадобиться не только передавать данные из одного файла дескриптора в какой-то другой ну например сын файл хорошо использовать когда вы реализуете какой-нибудь файловый сервер и вам нужно выдавать уже какие-то существующие файлы без модификации если вам нужно как-то данные модифицировать либо передавать генерировать данные на лету то это такой подход вам уже не подойдет и что можно еще сделать и вообще где у нас возникают задачи когда вам нужно обмениваться большими объемами данных между разными процессами таким образом что у вас возникает большая нагрузка например на процессор только и за счет передачи данных и один из примеров если вы используете unix десктоп то любой видеоплеер неважно движки им плеер design ну чаще на им плеер как вообще нас устроена жизнь какого-нибудь миксовой машине вот вы запускаете там gnome unity unity уже не популярна это убунтовская gnome kde xfce что у вас там еще стоит кто пользуется винуксом на в десктопе именно как полноценной системой с графическим интерфейсом но gnome к либо когда ели бомоты либо xfce скорее всего у вас там стоит программа которая называется x-server что такое x-server x-server это процесс который имеет доступ к вашей видеокарте имеет доступ к клавиатуре мыши touchpad и как осуществляется взаимодействие с x-server вы запускаете какой-нибудь процесс который хочет вывести графику он через сокет и просто стучится как серверу и просит что-то отрисовать но заодно обрабатывает сообщение от x-server в обратную сторону это разные события которые у нас возникают клавиатура мышь и тогда так вот если мы работаем просто рисуя какие-то окошки но это вполне небольшая нагрузка что произойдет если мы начнем передавать какой-нибудь большой поток данных ну например видео поток из видео плеер будет большая нагрузка и непонятно зачем потому что вам нужно передавать данные из одного места в другой просто общем бы не скормить x-server просто ссылку на уже декодированные видео чтобы он сам это сделал и вот здесь как раз используется оптимизация механизм по названием разделяемая память немного сбегая вперед м-плеер это консольный видео плеер который можно запустить из командные строки там есть разные способы вывода настраивать все из командные строки то есть совершенно даже не обязательно иметь x-server может работать даже с настроенным фрейм буфером хотят медленно либо он может выводить данные не используемой разделяемой памяти и при этом у вас будет больше нагрузка на процессор какие-то тяжелые видосики будут просто тормозить как у нас осуществляется взаимодействие между разными процессами и сколько нас тут процессов для запуска обычного мультика это если что open-source big bug bunny с высоким качеством можно скачать бесплатно без регистрации sms так вот можно управлять любой консольной программы используя механизм пайпов то есть стандартный поток ввода стандартный поток вывода для того чтобы имитировать нажатие клавиатуры и читать то что программа выводит для взаимодействия с видео между самим м плеером и уже непосредственно x-server который рисует вам картинку на экране используется механизм разделяемой памяти и как устроен этот механизм механизмы разделяемой памяти базируются на том знание что у нас все современные процессоры имеет memory management unit но современные имеется ввиду десктопные планшетные телефонные серверные и так далее на самом деле бывают современные процессоры без поддержки memory management unit и как правило это микроконтроллеры поскольку модуль достаточно тяжелый помните конце прошлого семестра когда вы изучали map такую штуку как трансляция из виртуального адресного пространства физическое адресное пространство для 300 убитой архитектуры у нас есть двухуровневая схема трансляции для ht4 битной архитектуры это уже четырехуровневая и тот реальный адрес который виртуальный адрес который используется вашей программе затем транслируется процессором совершенно прозрачно в настоящий физический адрес он может ссылаться либо на участок физической памяти либо на какой-то файл и все адресное пространство делится у нас на странице фиксированного раздела соответственно что у нас является записью характеризующий одну страницу памяти 20 бит это старшая часть физического адреса 3 бита не используется и там есть еще девять разных флагов которые используются для того чтобы обозначить является ли страницы доступны для записи реально ли находится физическая память или нужно подгрузить из файла ну и так далее и вот механизмы операционных систем которые позволяют использовать аппаратные возможности процессора как раз используются для реализации разделяемой памяти причем опять же исторические поддержка разделяемой памяти она была реализована по-разному в разных unique системах то есть проблема о том что у нас есть разные unique системы она возникла не вчера не когда маку с стал популярными не когда линук стал популярным и развивались и независимо раньше существовала система unique system five и без de unix unique system five восемьдесят восемь году появился целый набор разных технологий который поддерживается в том числе linux он поддерживается free без de mac но во free без de unix system five механизмы обычно по умолчанию отключены и нужно пересобрать ядро что включить что это за механизм это и 5 для разделяемой памяти семафоров и очереди сообщений и с другой стороны отдельная реализация везде unix который называется m map который вы уже немножко умеете пользоваться но немножко про систем файв систем файв разделяемая память подразумевает что у вас есть какое-то специальное пространство имен разделяемых сегментов памяти в linux есть инструменты которые отображают какие у вас сегменты есть с ними можно что-то сделать имея проворота так вот что здесь не хорошего в этом механизме он слишком переусложнен и есть одна опасность что если вы создали какую-то область виртуальной памяти разделяемой памяти забыли потом удалить то она останется висеть и просто потребляет ресурсы в общем механизм сложный ненадежный поэтому используется только кинг-легаси софтом и собственно поэтому тянется у нас поддержка совместимости в современных системах в случае с бездей все намного проще потому что есть всего лишь один системный вызов который позволяет вам выделить какую-то память виртуальным адресном пространстве и затем вы эту память можете либо наследовать в начальных процессах либо стравить какому-то файл использовать какой-то файл совместный между процессом в чем здесь вот с одной стороны конечно достаточно простое решение напомню что память у нас бывает с атрибутами либо разделяемая то есть она доступна разным процессам то есть когда у вас одни и те же страницы отображаются на виртуальном адресном пространство разных процессов либо приватная когда страницы могут отображаться на разные процессы но при первой же попытки в любом из процессов сделать хоть какую-то запись просто создается ее копия результ парадигма copy on write так вот здесь еще можно указать какой-то файл то есть если где у нас отличный от минус единицы что это означает означает что у вас будет отображение не на область физической памяти она некоторые файл файловой системе и в чем ключевая проблема если вы используете анонимное отображение то есть без привязки к файлу у вас взаимодействовать по сути могут только родственные процессы если у вас процессы не родственные то просто взять и подключиться залезть в память другого процесса вы никак не сможете для того чтобы можно было это сделать нужно как-то уметь анонсировать имя которому другие процессы смогут дальше подключаться и вот этот подход используется в механизме позикс шеридной море таким образом это делается вы просто создаете обычный файл неважно где он лежит главное чтобы у него были права на доступ необходимо вам там либо чтение либо запись у другого процесса который хочет с вами общаться дальше вы делаете файл не нулевого размера это можно сделать например с помощью стиму вызова транкет либо и в транкет после этого скармливаете файлик уже нашему стиму вызову и map который приотачивает его содержимое в виртуальное адресное пространство нашего процесса но и все этот файл теперь можно использовать для межпроцессного взаимодействия очень быстро вот использование разделяемой памяти это самый быстрый способ межпроцессного взаимодействия который ядро вообще никак при этом не вовлекает какие здесь возникают проблемы тут какой-то момент вам файл станет не нужен ну хотя бы по той причине что взаимодействие закончилось процессы у вас могут завершиться и кто этот файл должен удалить но очевидно кто-то какой-то последний процесс который его использовал должен файл удалить кстати очи пятка не close или план потом поправлю у вас остается файл который болтается он доступен просто какой-то фантом но если у вас процесс который должен удалять вдруг сломался что произойдет но будет просто болтаться лишний файл занимать место на диске что не очень конечно хорошо как с этим можно бороться совсем это побороть никак невозможно но если вы периодически компьютер хотя бы перезагружаете либо вы запускаете какие-то контейнеры такое слово докер вы должны знать соответственно контейнеры могут монтировать свою файловую систему и есть разные типы файловых систем одна из них предназначена как раз для временных файлов называется на tmpfs с этой файл системы не связаны никакие дисковые устройства все ее содержимое хранится виртуальной физической памяти соответственно все что находилось в этой файловой системе в момент ее от монтирования от монтирования вас может происходить либо при перезагрузке и включении компьютера либо вручную с помощью команду mount либо если вы завершаете работу как он докер контейнеров который имеет свою обособленную файловую систему то естественно он тоже от монтирует свою внутреннюю файл систему tmpfs и все данные у вас пропадают исходно эта файл система имеет некоторый размер указываемый при ремонтировании но может быть легко на лету изменен и реально в памяти он занимает ровно столько места сколько занимают файлы которые в этой файл системе лежат если у вас файлов нет ну почти ничего если много значит или файлы большие значит занимает место мог если у вас очень много файлов либо не тяжелые файлы системе tmpfs то происходит то же самое что при ситуации нехватки памяти они просто сбрасываются в своп раздел в какие вообще в типичный linux системе могут быть разделы tmpfs с помощью команды mount можно вывести список всех примонтированных файловых систем отдельная строка это отдельная файл система на современной файлы системе систем современной системе systemd тут таких файлы записи будет очень много под linux потому что очень много в линус делается через виртуальные файлы и систем чтобы из этого мусора извлечь что-то похоже на tmpfs но мы можем воспользоваться утилитой grep и что у нас является в произвольные запущенные файлы системе системе временными файлы системы так возможно если вы ставили на настоящий компьютер они виртуальную машину это будет слышь тмп кроме того есть не совсем тмпfs ладно дев так файла система слышь ран куда все запущенные сервисы запихивают информацию например о том какой у них есть процесса иди виде обычных файлов ран лог это катал в которой обычно все запущенные фоновые сервисы прописывают засовывать лог файлы так хран юзер дальше юзера айди создается уже при графическом входе систему если у вас там где-нибудь болтается xorg манджер сеансов создается уже через систем д и вот есть еще одна файловая система которая подмонтирована к слэш дев слэш и свечем вот сокращение с и чем означает шерит мы море это в linux некоторая файловая система которая используется для хранения сегментов разделяемой памяти так ну как работать с этими сегментами разделяемой память в некоторых системах есть системный вызов в некоторых системах библиотечная функция так вот называется штука с и чем опыт который имеет все те же самые параметры что и обычный системный вызов open то есть имя файла флаги открытия чтение запись чтения плюс запись append и так далее плюс флаг креат и соответственно если указан флаг креат то нужно указывать обязательно режим создания файла прямо точная копия система вызова опыт в чем разница если чем open открывает файловый дескриптор который находится где-то внутри файловую систему дев и свечем причем в linux что такое свечем open это самая обычная простая дурацкая функция которая что делает она составляет полное имя файла приписывает просто к названию слэш дев слэш и свечем вызывает обычный системный вызов опыт все больше эта функция ничего не делает а вот в системах фри бизди mac os и других без системах реализация разделяема сегментов памяти она сделана стиле system five то есть это ортогональные совершенно файловой системе пространство имен то есть у каждого разделяема сегмента есть свое имя которое никак не связано с файловой системы и тут возникают некоторые ограничения которые нужно соблюдать в том случае если вы хотите сделать так чтобы ваш код был портируем им для на любую систему и так теперь конкретный пример вот простенькая программа которая что делает она просто создает разделяемый сегмент памяти но никакого не используют одна и та же программа запущенная да просто если чем open дальше можно убедиться что что-то создано нажать кнопочку вот и затем удалить используемый сегмент и так первое что нужно сделать это скомпилировать нашу программу для компиляции под linux нам требуется еще дополнительно указать библиотеку lrt на самом деле эта часть стандартной себе библиотеки но просто в linux есть фрагментация точно так же как с позик стресс все скомпилировать если мы хотим скомпилировать то же самый код один в один под freebizd или под маг то ни с чем больше линковать не нужно так теперь запустим какой-нибудь разделяемый фрагмент и укажем имя файла что-то виде abcdf все создан файл который мы можем наблюдать файлы системе так здесь немножко на проекторе не видно так слышь дев слышь с и чем этот файл кесть это просто самый обычный файл никакой магии тут нет какие у нас здесь возникает естественное ограничение если мы захотим сделать какое-нибудь имя вида abc слэш df что у нас произойдет зависит от того существует ли у нас каталог abc в этом девается чем или не существует если вы ручками создадите под каталог ну пожалуйста все хорошо все замечательно если нет получаем ошибку и зачем open вам возвращает минус один почему нельзя создать файл с таким именем потому что здесь подразумевается полный путь содержащий под каталог если вы вручную его создадите но пожалуйста если нет ну значит не судьба и под фрибизди mac os так если чем abcdf создали разделяем семей памяти но вы его нигде не найдете файлы сети давайте мы перейдем куда-нибудь в корень смотрим что у нас есть файлы системы слэш деф тут даже никакого под каталога если чем кстати раз уж я говорил заговорил про монтирование и про разные файловые системы давайте посмотрим может день проков с тмпфс у нас болтается количество файловых систем везде обычно меньше чем в linux и нет здесь никакого слэш дев слышь и свечем и вообще механизм разделяемой памяти у нас это просто ортогонально что-то файлы системе как можно получить доступ к этому файлу но сделать еще один процесс который откроет тот же самый файл и сможет с ним работать зная какое-то определенное имя зато здесь нет ограничений связанных с каталогами я могу как угодно обозвать наш файл но в пределах разумной длины естественно и все хорошо все замечательно будет создан разделяем сегмент с каким диким именем даже если она не является валидным именем файла ничего плохого с этим не произойдет еще одно ограничение которое есть в системе фриби езди начали слышь писать вот под маком это работает и так а по фриби езди уже не будет так то есть нас есть разные ограничения на то какие есть имена но если вы просто аккуратно пишите код и соблюдаете эти ограничения то у вас будет все работать одинаково на разных платформах так и а как можно наблюдать за тем какие у вас есть открытые разделяемые сегменты под линукс можно просто посмотреть содержимое девы с чем под фриби езди есть отдельная команда пози xs и чем control под мак с вот такого нет то есть можно конечно попробовать перекомпилировать фриби езди шнур пансорт ну пузу но работать она будет не совсем полноценно так и если вы попытаетесь на гуглить что-то как все таки посмотреть под фриби езди лима qs список открытых разделяемых страниц счет нас такой вверх он вылазит используя утилиты айписи с это к тому что не нужно верить тому всему что пишут в гугле и на стыков на самом-то деле потому что айписи туз предназначены для систем файв разделяемых сегментов и пози x это совершенно не то так ладно и а вторая тема на сегодня да здесь все достаточно просто шутка и map в принципе вы уже использовали это все знаете поэтому проблем у вас при решении задач семинарских возник не должно а вот проблема гонки данных что это такое это то ради чего на самом деле у вас целый семестровый курс теория практика многопоточной синхронизации на косе мы рассмотрим только то что относится к межпроцессовому взаимодействию и так коротко напомню о том что такое проблема гонки данных и когда она возникает вот есть у вас одна процессорная система на которой запущена куча программ такие операционные системы у нас уже много лет как многозадачные эти программы могут в свою очередь запускать несколько трэдов и если у вас процессор одноядерный не знаю где вы сейчас найдете но допустим то все хорошо все замечательно они будут просто работать не одновременно а последовательно переключаясь между собой по планировщику заданий никаких проблем возникать не будет до тех пор пока у вас не появится хотя бы двух процессорная система или двухъядерной вот если у вас система стала уже двухъядерной то возникает настоящая многозадачность когда вас одновременно работает больше одной задачи и если у вас возникает больше одной задачи то они начинают конкурировать за одни и те же ресурсы в частности за оперативную память в том числе в пределах одного процесса пределах одного виртуального адресного пространства и каким эффектом это может производить но один допустим поток либо процесс что-то пишет в общую память в это время другой процесс либо поток пишет туда же и получаем какие-то невалидные данные потому что один процесс могут записать часть другой другую часть и вы можете получить ситуацию что даже у вас не от первого процесса не от второго процесса данных а что-то перемешаны этот проблема называется проблема гонки данных как с ней бороться у вас могут несколько процессов разделять один и тот же сегмент памяти и что можно сделать для того чтобы процессом между собой общаться и как-то говорить что товарищ вот я сейчас записываю данные пожалуйста не трогай можно использовать какие-то дополнительные механизмы межпроцессное взаимодействие например пайпы сокеты но это получается переусложнение нашего взаимодействия когда у нас и так уже есть разделяемые страницы памяти можно использовать сигналы но сигнала это очень плохой ненадежный способ почему даже для передачи простой информации например о том что нам нужно предотвратить там заблокировать какой-то участок памяти даже дело не в том что их ограниченное количество потому что у нас не гарантируется доставка сигналов всех которые вы отправить напомню что обычный позикс сигнал обычный unix сигналы у нас проставляют маску поставляет бит в маске сигналов ожидающих доставку и если вы отправили несколько сигналов которые процесс не успел обработать то обработан будет только один сигнал и для задач синхронизации совершенно неприемлемо есть конечно еще сигналы реального времени но опять же они поддерживаются не всеми операционными системами вот в linux хорошо в mac os уже грустно можно и конечно каналы использовать но тоже так себе решение и универсальным решением для межпроцессной синхронизации и не только межпроцессной синхронизации также межпоточной является семафор что такое семафор это просто обычный счетчик целочисленный беззнаков операции это увеличить значение счетчика либо уменьшить причем если у вас число априори должно быть беззнаковым целочисленным что значит уменьшить счетчик значит что вы можете либо его уменьшить если она строго больше нуля либо вы ничего не можете с ним сделать потому что число не бывает отрицательным и вот в ситуации когда нельзя ничего с этим числом сделать вас текущий поток просто приостанавливается до тех пор пока это не станет возможно то есть пока кто-нибудь другой не увеличит это счетчик и в чем особенность семафоров казалось бы просто обычное целое число почему бы не взять не использовать обычно целочисленное значение просто реализовать функции которые одна делает инкремент другая делает попытку декремента с возможным ожиданием главная особенность семафора в том что все операции как инкремента так и декремента являются атомарными атомарными это значит что в процессе выполнения какой-нибудь инкремента например у вас никто посередине в клинице не сможет и не сможет это значение из другого потока другим ядром как-то изменить вот что означает вообще атомарность атомарность бывает разных уровней например с точки зрения сигналов атомарность гарантируется тем что вы выполняете какие-то инструкции в это время прилетает сигнал вы прерваны и вы можете сделать запись либо чтение атомарно только что то что заведомо умещай умещается в размер машинного слова потому что здесь прерывание может возникнуть только аппаратный значит процессор не выполнил одну из инструкций и обычно с точки зрения обработки сигналов либо переключения контекста процессов у вас достаточно условия что данные находятся данные вас не больше чем размер машинного слова и обязательно является целочисленным то есть использует регистр общего назначения вот тип данных сигарта мекты на самом деле для большинства современных систем это обычный тайп дев на int даже несмотря на то что называется атомарным но такой тип данных не подходит он не является атомарным с точки зрения многопоточности то есть если у вас есть два конкурирующих потока которые выполняются на разных ядрах процессора то один из процессоров может быть приостановлен планировщиком заданий либо выполнять какую-то задачу и в это время другое ядро имеет полное право вытворять все что угодно то есть использование просто такого типа данных вам еще ничего не гарантирует и а как можно все-таки добиться того чтобы у вас не было никакой проблемы гонки данных самое распространенное решение это использовать какие-то защитные механизмы для того чтобы защищать разделяемые участки данных а в том числе достаточно крупные которые заведомо больше чем размер машинного слова и некоторые из них называются mutex и это простой очень объект который может быть либо в заблокированы в разблокированном состоянии либо семафоры которые являются счетчиками итак семафоры это с точки зрения 5 просто некоторые специальный тип данных над которым предусмотрены операции пост это инкремент семафора очень простая операция она просто увеличивает счетчик и все достаточно быстро работает вот симвейт это попытка уменьшить значение семафора если его значение у нас строго больше чем 0 то симвейт моментально завершается при этом значение счетчика у вас уменьшается если два параллельно работающих потока пытаются одновременно вызвать симвейт кому-то из них повезет кому-то не повезет а может быть кстати так что повезет обоим потому что в отличие от mutex of семафоры могут иметь значение не только 0 1 а произно вы произвольная беззнаковый то есть если вы изначально семафоры инициализировали значением 10 потоков у вас всего два то они никогда друг другу мешать не будут и кстати семафоры могут использоваться в том числе для того чтобы взаимодействовать взаимодействие барьеров между разными потоками или разные процессы какие бывают нас семафоры семафоры бывают неименованными то есть что есть общего у именовых и неименовав у них есть некоторое начальное значение которое не обязательно бывает нулем равно нулю единички семафоры неименованные это те которые могут быть использованы только родственными процессами либо могут быть использованными в пределах одного процесса но разными трэдами именованные семафоры это по сути те же самые сегменты разделяемой памяти то есть в linux реализации sim open это просто открыть разделяемый сегмент памяти с помощью изучим open дальше создать им мапом одну страничку в которой помещается семафор и в общем то все ничем больше не отличается и есть еще такая штука как mutex у которого есть две операции заблокировать разблокировать и в чем отличие mutex от семафоров в общем случае mutex имеет только два состояния хотя на самом деле это не совсем так вам рассказывали что такое рекурсивные mutex и на самом деле mutex и бывает не только с двумя состояния есть такое понятие как рекурсивный mutex когда один и тот же thread может несколько раз захватывать mutex и у него это будет получаться зачем это бывает нужно но например если у вас используется какая-то переменная которую нужно защищать от других потоков и это переменной может быть использована в разных местах кода и по наставлены везде кень в проверке mutex локи если mutex является рекурсивным то соответственно вы можете его из одного трэда захватить несколько раз но потом для того чтобы освободить вы должны опять же его несколько раз освободить при этом другой thread захватить рекурсивный mutex не может если он захвачен уже одним из трэдов и mutex of есть одно очень существенное ограничение кто захватил mutex тот и обязан его освободить если вы захватили mutex в одном трэде и пытаетесь освободить из другого другого трэда то ничего у вас не выйдет это будет on define behavior в некоторых случаях программа у вас грохнется но в принципе можно настроить так чтобы точнее иногда она не грохается но можно сделать так чтобы она принудительно грохалась и второе ограничение очень существенное почему курсе о космом mutex и не очень любим хотя на практике они очень часто используются mutex и работают в одном адресном пространстве то есть если у вас есть разные трэды в одном процессе mutex полезная классная штука если вы хотите устроить синхронизации между собой разных процессов там лютокс уже не подойдут и единственный способ здесь что-то использовать это только семафор да и mutex и очень опасная штука самом деле если вы mutex захватите и забудете его разблокировать день случайно что у вас произойдет да очень большой вероятность у вас произойдет дед лог который не всегда воспроизводится может быть случайно это трудно воспроизводимые баги которые трудно отлавливать на практике для этого даже существует специальные отдельные инструменты чтобы ловить всякий intel thread профайлер достаточно другой инструмент не open source ный на c++ поэтому есть еще класс по названию лог guard который реализован следующим образом конструктор захватывает mutex деструктор освобождает то есть если вы где-то не прописали явное освобождение разблокировку mutex а то и при этом выходите из какой-то области видимости где этот mutex уже не используется то лог guard у вас автоматически в деструкторе его освободит в принципе решает много проблем mutex и на самом деле казалось бы mutex так бинарный семафор то есть реализовать mutex можно просто сделав обычный семафор с начальным значением единичка но соответственно операция лог это захват семафора освобождение это релиз семафора то есть увеличение счетчика на единичку но на самом деле mutex и из соображений производительности реализованы через другую конструкцию которая называется фью токс так фью токс вам уже рассказывали о фью токс вам уже рассказ фью токс работает намного быстрее чем обычный семафор и в linux есть стены вызов который называется фью токс который как раз используется для манипуляции над фью токсами у фью токса есть две основные операции самом деле операции чуть больше эта операция ждать пока кто-нибудь его не разбудит и операции разбудить что такое фью токс с точки зрения программного и 5 это некоторый системный вызов для которого даже есть man страница с тишным интерфейсом как ни странно то есть вы можете брать man фью токс и получите вот такие загулочные файлы сигнатуру вот но есть одна маленькая приписка в мани но угли псевра перфузи систем кол что это означает означает что вы если вы пытаетесь скомпилировать конец код с использованием этой функции с каких-то загулочных файлов у вас ничего не будет потому что это фейк никого фью токса не существует фью токс системный вызов но предназначены для внутреннего использования библиотекой пози x3 вручную его использовать конечно можно если вы просто скопи пастите из мана вот это объявление сделайте свою функцию которая через функцию сискол будет явным образом делать сискол а вот в некоторых системах типа free bsd mac os такого стена вызова нет поскольку там вся реализация взаимодействия между потоками и использование семафоров она реализована уже в самом ядре они в отдельной библиотеки то есть в linux у нас есть один примитив который резон в игре а дальше все остальные примитивы это уже надстройки использующий фью токс во фрибисд mac os все у нас находится в ядре так и еще один примитив синхронизации очень полезный на практике называется условные перемены тоже реализуется через фью токс то есть для чего нам нужен фью токс фью токс у нас является базовым кирпичиком для построения mutex of условных переменных семафоров в свою очередь уже в прикладных применениях когда вы пишете какой-то реальный софт с нормальной логикой вы не должны задуматься о том что нам вам нужно сделать какой-то спин блок реализовать просто уже берите пойти с готовым решением вот еще одно готовое решение mutex предназначен для того чтобы защищать какие-то критические секции от того чтобы они были одновременно доступны разным трэдом и еще один способ еще один инструмент это условная переменная которая является некоторым барьером на самом деле название не очень удачно условные переменные это не в том смысле что переменная в которой может записать значение нет это просто некоторый флаг который может быть либо установлен либо снят и разные трэды у вас могут ждать пока возникнет какое-то событие другие трэды могут сигналить на это событие для чего могут использовать условные переменные ну например у вас есть какой-то трэд который ожидает данных трэд потребитель данных он ждет пока какой-то другой трэд закончит подготовку данных и скажет о том что данные готовы можно их использовать вот как это можно организовать можно с одной стороны сделать какой-нибудь боль флаг готовности который будет доступен обоим трэдом один трэд будет записывать что флаг готовности другой учитать оба этих флага можно защитить mutex сами периодических проверять определенным интервалом но это во-первых переусложнение логики во вторых возникает вопрос с какой периодичностью нужно слаг проверять вот условно переменной как раз то инструмент именно для нотификации причем на одну и ту же условно перемены может быть навешано несколько трэдов которые ждут какого-то события и уведомлять можно либо по одному трэды либо сразу все так но подводим итоги что для чего нужно так если у вас взаимодействие в пределах одного процесса есть два основных инструмента которые вы в реальной жизни будете использовать самом деле чуть больше но в реальной жизни маловероятно что вы будете пользоваться это mutex и которые являются просто замочками для каких-то критических секций для того чтобы предотвратить гонку данных и второй из них это условные перемены семафоры на самом деле можно использовать тоже но возникает вопрос а зачем когда у вас есть уже более высоко уровне инструменты поэтому на практике они не так часто используются хотя это тоже возможно семафоры удобно использовать когда в тех задачах когда у вас есть несколько условий поскольку этот счетчик целочисленный может быть больше чем единица зато если вы хотите организовать межпроцессные взаимодействия то вариантов вас практически не остается это только семафоры больше ничего так и последнее чем хотелось бы сказать о том что современные процессоры уже очень-очень много ядерные сколько сейчас ядер каком-нибудь процессы кто знает самое большое число до м.д. там что-то порядка шесть четырех я за последние новости ам.д. не слежу на чем есть зион у которых 24 ядра apple сейчас а ну вы про это не знаете вообще мы не пред не должны знать потому что это там они паразиты такие решили провести последнюю конференцию без нас и даже решили отключить нас от видеороликов в общем последний m1 который не макса ультра там 20 ядер фигня до последнюю связи он что могли бы не показывать ничего не потеряли так вот 20 ядер и на самом деле это не предел это только на один процессор серверах можно ставить эти по несколько процессоров каждым из которых там по 20 лишним ядер в общем уже много чем больше ядер тем больше чего тем больше толкучки возникает много потоков которые начинают уже мешать друг другу и классическая проблема 100000 одновременных подключений ну хорошо 100000 это время в подключении навряд ли вы создаете 100000 трэдов которые будут работать одновременно а вот 20 трэдов которые работают одновременно с ними те же данные это уже вполне себе прилично и какие тут возникают проблемы проблема в том что они начинают захватывать мьютексы и захват мьютексов вообще блокировка она хоть и не расходы процессорное время но заставляет все отдельные потоки просто простаивать впустую просто ожидая что какие-то мьютексы вдруг внезапно станут свободными может быть продолжать свое выполнение и в некоторых задачах например обработка большого количества подключений это становится неприемлемым поэтому могут использоваться не блокирующие структуры данных например логфри очереди это самая распространенная структура когда у вас в одну сторону записывать это данные без блокировок без мьютексов с другой стороны не могут считаться но так он что не про не блокирующие структуры данных рассказывали локли не было но значит будет еще и на самом деле это очень сильно повышает производительность именно ситуации не когда у вас там два-три потока два-три потока вы используете мьютексы не парьтесь если потоков уже становится много то без локфри уже становится сложно и а как у нас общее как у нас реализуются локфри структуры данных есть атомарные операции во многих процессорах что арм что x86 но они работают только с целочисленными значениями не превышающий по размеру машинные слоу вообще со честное значение не превышающий по размеру машинного слоу нас достаточно для чего например для указателя как можно имея атомарные операции над каким-то целочисленными значениями реализовать не блокирующую очередь но очередь односвязанный список соответственно вы можете параллельно в двух тредах создавать два объекта которые хотите добавить как выполняется добавление но это просто обмен указателями неважно кого размер у вас данные в этой очереди если вы создали какую-то порцию независимо друг от друга не мешая друг другу то потом перекинуть указатели на тел или и на последующий элемент списка вы тоже можете сделать атомарным образом так но вот этот сломанный светофор это очередное творение ботар удали от сбербанка наш ответ загнивающему западу на этом значит все